Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Азге хочет поехать в Экрин, мужчина пытается ее похитить, встречает Экрин, немедленно выходит из машины и пытается ее спасти. Экрин спасает Азге из рук мужчины и помогает ей сбежать, но мужчина выбрасывает Экрин и снова бежит за Азге. В это же время на место прибывает Керим и спрашивает Экрин, что случилось, а узнав, говорит, что нам следует ее успокоить и пойти за Азге. Текин ищет повсюду и когда не может его найти, говорит Бесте, что его не существует и садится на диван. Когда Бесте подходит к нему и плачет, что значит пойти в полицию, сделать что-нибудь, найти нашу дочь. Текин спокойно встает и уходит. О госпоже Мехпаре Экрин говорят, что у нее больше нет отца, она не заботится о нас, кто знает, где он. Затем он поворачивается, режет сехер кубиками и говорит, встань и помой посуду. Керим и Экрин садятся в машину и начинают искать Азге. Когда Бесте в панике думала, что делать, а мать пыталась ее успокоить, она сказала, ты забыла, что ты тоже заблудилась, когда была маленькой и вылезла из-под кухонной стойки, ища что-нибудь, ты повсюду. Бесте говорит, я не забыл. Его мать говорит, давай, иди в свою комнату и отдохни, я приду к тебе и скажу, когда придут новости. Они продолжают обыскивать парк, Экрин кричит, Керим, с одной стороны, Азге-Азге, с другой. Горничная приносит лекарства Бесте и говорит, что лекарства тебе прислала твоя мать. Бесте должна была сообщить мне о моей дочери, но она бормочет себе под нос, что все еще пытается меня усыпить. Экрин злится, потому что не понимает, что никто в большом доме не заметил, как вышел этот ребенок. Керим Азге вышел из дома, чтобы найти вас, говорит он, вы по-дилетански обошлись с ребенком и заставили его сбежать, это из-за вас. Азге очень злится на это и, задаваясь вопросом, не из-за ли это меня, внезапно видит Азге и кричит, что Азге здесь. Они оба немедленно бегут к нему. Когда Азге говорит, мне так страшно, не отходи от меня, Керим говорит, пойдем, дядя, пойдем домой, твоя мама все равно слишком напугана. Когда Азге не разговаривает с Керимом, Керим спрашивает, почему бы тебе не поговорить со мной, но не получает ответа. Когда Экрин спрашивает, почему ты сбежал из дома, он отвечает, я не убегал из дома, я просто хотел прийти к тебе. Экрин говорит, я с тобой, мы можем встретиться, когда захочешь, но мой дядя Азге выгнал тебя из дома и сказал, что ты больше не можешь приходить в этот дом, поэтому я не хочу идти домой. Когда Экрин спрашивает ее, в порядке ли она, Азге отвечает, со мной не все в порядке, всем не лгут. Экрин пытается убедить ее, но Азге не удается убедить. Керим говорит, что мы пойдем домой и поговорим наедине, твоим родителям очень любопытно. Керим говорит вещи, которые ей понравятся, и Азге спрашивает, хорошо, но получит ли награду и моя сестра. Когда Керим говорит, что у сестры Экрин есть работа, Азге обижается, говоря, что она тоже не придет. Когда Керим говорит, если это так, давай спросим твою сестру Экрин, если ей нечего делать, пусть она пойдет с нами. Когда Экрин говорит, хорошо, Азге становится очень счастливой. Керим говорит, что в таком случае давай сообщим твоей матери, чтобы она больше не волновалась. Он звонит Бесте и сообщает ей, что с Азге все в порядке, но они не вернутся домой, а поедут на дачу. Госпожа Мехпаря пытается найти деньги, перебирая все шкафы Экрина, затем выбрасывает книги Экрина из библиотеки, чтобы продать их, потому что у нее больше нет отца, и она все равно не будет читать. Сехер пытается остановить его, но не может остановить. Когда Керим плохо обращается с Экрин и говорит ей, ты не сможешь попасть в такое место, Азге говорит, что чем больше ты будешь так себя вести, тем дальше она станет. Керим говорит, что он не позволит Азге быть так близко. Тем, кто убил ее дедушку. Когда Экрин кричит, что мой отец не убийца, не путайте их с моей любовью к нему, Азге приходит к ним и говорит, дядя, сестра Азге, пожалуйста, не ругайтесь. Экрин тут же пытается прояснить ситуацию и говорит что-то вроде Азгичи, мы просто разговариваем, я рад, что мы сюда пришли, так приятно. Текин ругает тещу за то, что она не поддерживает Бесте и Азге. Когда Текин Бесте говорит, что не хочет, чтобы я был рядом, он спрашивает, почему. Потому что ты отец, который даже лжет, чтобы найти свою дочь. Если бы Бесте не послал тебя, ты бы не пошел снова искать его. Хорошо, что судьба Азге не зависит от ее отца. Когда Текин говорит, я сделаю все для своей дочери, кто будет управлять компанией, если не я, ее мать говорит, Текин не должен беспокоиться о компании Текин, наследник вернулся, не заставляя меня. Придется произнести такую речь еще раз. Керим говорит, что нам нужно сказать Экрин, что то, что она сделала с Азге, было неправильным, на случай, если она попытается еще раз. Думаю, Экрин поняла из нашего разговора в машине. Когда она говорит, что не будет повторять это, Керим спрашивает, он осознал, что был неправ в своих обязательствах перед тобой. Он злится на речь Экрина и говорит, я люблю его, и связь между нами очень сильна, нет такой ситуации, от которой ему следует держаться подальше. Когда Бесте хочет поехать в Азге, ее мать препятствует ей и говорит, что твоя дочь сбежала от тебя и пришла в себя. Пока Азге и Экрин играют, у Экрина болит нога, и Азге немедленно звонит Кериму. Керим хочет помочь, но Экрин сначала не позволяет ему, затем, когда она не может идти, Керим ловит ее, и они подходят очень близко. Собираясь продавать коробки с книгами Экрина, госпожа Мехпари встречает Селима. Когда я спрашиваю его, где их продать, Селим говорит, почему ты их продаешь, очень расстроится. Когда госпожа Мехпари сказала, я должна продать его, наша ситуация ясна, а Селим дал ей немного денег, сказав, я разберусь с этим, госпожа Мехпари была очень счастлива, положила деньги себе за пазуху и ушла. Когда Экрин говорит, что слушает голос в морской ракушке, когда скучает по отцу, Азге спрашивает, далеко ли твой отец. Экрин показывает свое сердце, говоря, что мой отец и далеко, и прямо здесь. Когда дядя Азге спрашивает, скоро ли вернется отец моей сестры Экрин, Керим отвечает, надеюсь, мой дядя. Когда Азге спрашивает разрешение, могу ли я взять эту ракушку домой. Я могу слушать Экрин, когда скучаю по сестре, Керим соглашается. Азге просит дядю приготовить рыбу, которую он всегда готовит, а Экрин настаивает на том, чтобы ее сестра тоже сделала это. Экрин не может сломать его и остается съесть. Когда Эсимин звонит Кериму и говорит, что он пришел домой, но не смог его найти, если я его не потревожу, то могу поехать с тобой на дачу, Керим соглашается, хоть и не очень хочет. Затем они вместе начинают готовить ужин, но когда у Керима проблемы с телефоном, они передают ему сообщение о жизни. Когда Экрин улыбается, Керим говорит ей, что я видел, как ты немного смеешься, ей это очень идет, я думаю, тебе следует больше улыбаться. Пока Азге говорит, что салат готов, в комнату внезапно врывается Эсимин и спрашивает, принцесса приготовила салат. Когда Азге видит его, ее лицо падает и она уходит. В то время как Экрин объясняет, что ее отношение к вам не является особенным, Эсимин говорит, что я вижу вас впервые. Когда Экрин говорит, это потому, что мы только что встретились, Есимин входит на кухню, чтобы я могла помочь тебе, хотя ей и неловко. Пока госпожа Мехпаря и Сехер едят кебаб на деньги Экрина, пока Сехер говорит, у меня нет чистой совести, госпожа Мехпаря паникует и говорит, эта девушка нашла деньги и сбежала от нее. Если посмотреть, даже ее телефон в этот час выключен. Эсимин говорит, что Экрин и Керим больше, чем просто друзья, но я никогда этого не допущу, пока дышу. Затем, пока мы все вместе едим рыбу, когда Экрин говорит, мне очень понравилась, рыба была действительно вкусной, Керим говорит, приятного аппетита. Эсимин говорит, я откуда-то помню этот вкус, и они одновременно говорят, Италия. Когда Эсимин говорит, что давайте сделаем это снова в ближайшее время, Керим говорит, что вы знаете ситуацию, Экрин говорит, что вы можете приехать снова, когда факты станут известны. Затем он говорит Азге, что мясо и рыбу можно есть с головами и ест рыбу. Керим Азге вспоминает свои воспоминания о дедушке. Однажды, когда он ел рыбу, дед сказал ему то же самое. Затем Керим встает из-за стола и говорит Есимин, я собираюсь подышать свежим воздухом. Тебе следует вернуться, пока не стало слишком поздно. Он сидит у бассейна, думает о своем отце и говорит, я обещаю тебе, папа, я найду того, кто сделал это с тобой. Когда Экрин из любопытства приходит к нему, Керим спрашивает, можешь пойти, я не хочу тебя сейчас видеть. Экрин очень злится и спрашивает, если ты не хотел меня видеть, почему ты позвал меня сюда? Когда Керим говорит, ты прав, я на мгновение забыл, что ты дочь убийцы моего отца, Экрин говорит, мой отец не убийца, твой гнев направлен не на себя, а на меня, ты подавляешь твое сожаление о том, что ты из-за своего гнева держался подальше от отца. Когда Керим уходит, Экрин задается вопросом, не потеряла ли она только что отца и не была ли она слишком сурова с ним. Экрин всю ночь думает рядом с Азге. Бесте просыпается раньше Текина и идет в свою комнату, чтобы проверить Азге, но расстраивается, когда видит, что та не пришла. Во время разговора с Сейхером Егид я проснулся утром, мамы не было, сестра не пришла, мои мысли были зациклены на ней, я не знаю, я дам вам знать, когда я буду доступен, и пока я говорил, что скучал по вам, госпожа Мепаре, у меня оторваны руки, Сейхер кричит, где вы? Сейхер шепчет и говорит, что моя мама здесь, я позвоню тебе позже. Госпожа Мепаре делает много покупок на рынке, и когда она говорит, что вечером будет банкет и уберет все это, моей сестры Сейхер нет, а мой отец в тюрьме, какой праздник, мама, она злится. Мисс Мепаре, что нам делать? Мы будем горевать всю жизнь. Ваша сестра выйдет откуда-то и закричит, я пытаюсь тебя накормить, посмотри, что ты делаешь, пойди и убери это. Быстро точка. Когда Керим просыпается и смотрит на Азге и Экрин, он видит, как они спят, обнявшись, и ему это нравится. Когда Текин приходит к госпоже Мираль и спрашивает, где Бесте, она получает ответ, вы ее узнаете. Текина не было, когда я проснулся, поэтому я подумал, что он внизу. Он говорит о том, куда он пошел утром. Бесте приходит в летний домик и ищет Азге и Керима во всех комнатах. Азге находит ее, пока она спит, и когда госпожа Экрин Бесте входит в комнату, Бесте злится и спрашивает, что вы делаете с моей дочерью в доме моего отца. Хотя Экрин и пытается объяснить ситуацию, он не слушает. Пока Бесте пытается силой снять с Керима одежду, говоря, ты убил моего отца и украл у меня дочь, Азге просыпается и приходит. Пока Бесте вырывает Азге из рук Экрин, он толкает Экрин и заставляет ее упасть с лестницы. Затем он и Азге проходит мимо Экрина, потерявшего сознание, упавшего с лестницы. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok